В северном округе на пешеходном переходе водитель Хонды Эдикс насмерть сбил пожилую хабаровчанку. Авария произошла всего в десятки метров от 10-й горбольницы, но спасти жизнь раненой врачи не смогли. Ранним утром 60-летняя горожанка спешила в поликлинику. На зебру она вышла вслед за другим пешеходом. Мужчина едва успел перейти дорогу, как услышал сзади виск тормозов. Я уже перешел, уже сюда переступил, через дорогу. Она еще была на дороге, а этот вот гнал. 31-летний водитель минивэна ехал в сторону улицы Руднева. В машине он был вместе с 14-летним сыном. Мужчина вез его в школу. Людей, идущих по переходу, шофер заметил слишком поздно. К пешеходу я уже когда подъезжал, вот машина проезжает, и женщина выходит. Я ее вижу, вот она, ухо, из-под жопы машина выходит. Я только успеваю, ну как бы это, в эту сторону сразу, ну как и по тормозам, и в эту сторону. Произошедшее горожанин объяснил не собственной невнимательностью, а банальным отсутствием уличного освещения. Когда случилась трагедия, на улице было еще темно. Фонари, которые должны были освещать проезжую часть, почему-то не работали. Это подтвердили и свидетели наезда, и жители микрорайона. Вот где, где светильники, посмотрите. Хорошо, что светильники. Ну это же вот очень серьезно. А дети как переходят через дорогу? В поликлинику все идут. Правильно. Ну вот посмотрите, где освещение. О силе удара можно судить по нескольким фактам. Головой женщина пробила лобовое стекло. Тело хабаровчанки осталось лежать в пяти метрах от перехода. Скорость на этом участке дороги ограничена до 40 километров в час. В каком именно темпе двигался автомобиль, попытаются установить эксперты. С места происшествия Евгения Куликова, Александр Ефанов и Степан Симонов.